Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной О Генри Трубный глаз Читает Александр Водяной Одну часть этого рассказа можно найти в архиве полицейского управления. Другая же извлечена из конторы одной газеты. Как-то раз, недели через две, после того, как миллионер Нордкрас был найден мертвым у себя дома, убитый грабителями. Убийца, безмятежно прогуливавшийся по Бродвею, вдруг встретился лицом к лицу сыщиком Барни Вудсом. «Ты ли это, Джонни Кернан?» спросил Вудс, уже пять лет страдавший безорукостью. «Я самый сердечно воскликнул Кернан, да ведь это Барни Вудс. Старый Барни Вудс и Сэн-Джо. Ну-ка, брат, покажись-ка, что ты поделаешь здесь на Востоке? Неужели можно было доехать с Зайцем до самого Нью-Йорка?» «Я уже несколько лет живу в Нью-Йорке», сказал Вудс. «Я служу сыщиком в городской полиции». «А-а, ну-ну», сказал улыбаясь и весь сияет удовольствие Кернан и похлопал сыщика по плечу. «Зайдем к Мюллеру», сказал Вудс. «И отыщем там спокойный уголок. Я с удовольствием поболтаю с тобой». Было без нескольких минут четыре. Отлива с конторища не начался, и они нашли в кафе укромное местечко. Кернан, хорошо одетый, с несколько хвастливым и самоуверенным видом, сел напротив своего бывшего приятеля Вудса, а теперь ненавистного сыщика, обладавшего светлыми усиками и одетого в шевиотовый костюм из магазина готового платья. «Чем ты теперь занимаешься?» спросил Вудс. «Ты уехал из Сен-Джо за годы меня?» «Я продаю акции моего медного рудника», сказал Кернан. «А может быть, открою здесь контору?» «Ну-ну». «Итак, старинобарни, теперь ты нью-йоркский сыщик. Тебя всегда тянуло к этому». «Ты ведь и в Сен-Джо служил в полиции после того, как уехал. Не правда ли?» «Да, шесть месяцев», сказал Вудс. «А теперь еще один вопрос, Джонни. Я довольно внимательно следил за твоими похождениями с тех пор, как ты обработал это дело в гостинице в Саратоге. Но я не помню, чтобы ты когда-нибудь пускал в ход револьвер. Почему ты убил Нордкросса?» Кернан несколько минут пристально и сосредоточенно глядел на кусочек лимона в стакане виски содовой. Затем он взглянул на сыщика с неожиданной, несколько кривой, но радостной улыбкой. «А как ты догадался, барни?» спросил он с восхищением. «Честное слово, я думал, что обделал это дело так чисто и гладко, что комар носу не подточит. Неужели я оставил там где-нибудь свою визитную карточку?» «Вудс положил на стол небольшой золотой карандаш в виде брелока. Я тебе подарил его на Рождество в последний год, когда мы проводили праздники вместе в Сен-Джо. У меня до сих пор твой прибор для бритья. Эту штучку я нашел под ковром Нордкросса в комнате. Предупреждаю тебя, чтобы ты был осторожен в своих словах. Мы когда-то были друзьями, но теперь я должен исполнить свой долг. Тебе придется сесть на электрический стул, приятель, за Нордкросса». Кернан рассмеялся. «О, дружище, счастье не изменило мне», сказал он. «Хм, кто бы подумал, что именно старинобар не следит за мной». Он сунул руку под пальто, но Вудс в ту же минуту приставил ему к боку револьвер. «Убери эту штоку», сказал Кернан, морщенос. «Я только произвожу одно исследование. Говорят, нужно девять портных, чтобы создать человека. Но достаточно одного портного, чтобы его погубить. В кармане этого пиджака есть дырка. Я снял этот карандаш с цепочки на случай какой-нибудь схватки. Спрячь револьвер, барни, и я тебе скажу, почему мне пришлось застрелить Нордкросса. Этот старый болван погнался за мной в холл, стреляя в пуговицы на моей спине из поганого маленького револьверишки 22-го калибра, и мне пришлось остановить его. Старуха та была прямо Дуся. Она просто лежала в кровати, не пикнув, и спокойно глядела, как исчезала ее двенадцатитысячное ожерелье. И только, когда я взял тоненькое золотое колечко с гранатом доллара на три, она стала ныть, как нищая, умоляя меня оставить его ей. Я уверен, что она вышла за стреляя Нордкросса по расчету. Все они трясутся вот так над какой-нибудь пустяковиной сувениром от человека, которого любили в молодости. А всего нашлось шесть колец, две брошки и часы с цепочкой. Тысяч на тридцать. Я предупредил тебя, чтобы ты не говорил лишнего, сказал Вудс. О, это ничего, сказал Кэрнан. Все барахло у меня в чемодане, в гостинице. А теперь я скажу, почему так откровенно говорю тебе обо всем. Да потому что это совершенно для меня не опасно. Ты мне должен тысячу долларов, барыни Вудс. Не забыл? И даже если бы ты хотел меня арестовать, у тебя рука не поднялась бы. Я не забыл, сказал Вудс. Да, ты тогда считал мне двадцать пятидесяток, не поморщившись. Я когда-нибудь тебе заплачу. Это тысяча спасла меня. Когда я вернулся домой, они уже начали выносить мою мебель на тротуар. Вот-вот, и потому, продолжал Кернен, ты, будучи барни Вудсом, благородным, как золото, человеком, должен играть честно. И ты не смеешь пальцем пошвынуть, чтобы арестовать меня, человека, которому ты должен. О, в нашем деле приходится изучать не только системы замков и задвижек на окнах, а также и психологию людей. Ну, а теперь сиди смирно, пока я позвоню Лакея. Вот уже год или два, как меня постоянно мучит жажда. Это меня прямо беспокоит. Если меня когда-нибудь поймают, счастливые щейки придется делить славу со стариной виски, но я никогда не пью на работе. А теперь, покончив с делами, я могу со свободной совестью раздавить стаканчик другой с моим старым другом, Барни. Ну, что будешь пить? Лакей принес графинчик и сифон и опять оставил их вдвоем. Значит, ты требуешь услуги за услугу, сказал Вудс, задумчиво катая указательным пальцем маленький золотой карандаш по столу. Хм, ну что ж, придется отпустить тебя. На тебя у меня рука не поднимется. Если бы я отдал тебе эти деньги, но я их тебе не отдал и этим все сказано. Здорово. Я теперь должен сдрефить, Джонни. Ну, ты ничего не поделаешь. Ты меня однажды выручил и я обязан отплатить тебе тем же. Я так и знал. сказал Кэрнон, поднимая стакан и самодовольно улыбаясь. У меня верный глаз на людей. За твое здоровье, барни. Я думаю, спокойно продолжал Вудс, точно думая вслух, что если бы наши денежные счеты были сведены, все деньги во всех банках Нью-Йорка не могли бы заставить меня выпустить тебя из рук. «О, я это знаю», сказал Кэрнон, «поэтому-то я и уверен, что от тебя опасность мне не угрожает». «Большинство людей», продолжал сыщик, косо смотрит на мое ремесло, его не причисляют к искусствам или благородным профессиям, но я всегда как-то глупо гордился им, а вот тут я сел в лужу. Оказалось, что я прежде всего человек, а потом уже сыщик, придется мне отпустить тебя, а потом подать в отставку. Ну что же, я думаю, что сумею получить место фургонщика. Твоя тысяча долларов теперь еще дальше от тебя, чем раньше Джонни. Ха, сделай милость, дружище, держи ее у себя, с видом щедрого благодетеля сказал Кэрнон. Я с удовольствием совсем забыл бы этот долг. Но я знаю, что ты этого не захочешь. Счастливый это был для меня день, когда ты занял мне деньги. А теперь довольна об этом. Завтра утренним поездом я уезжаю на запад. Я знаю там одно место, где мне удастся сбыть нордкрасовские безделушки. Выпей-ка, барни, и забудь свое горе. Мы с тобой повеселимся, пока полиция будет ломать себе голову над этим делом. Я сегодня жажду влаги, как сахара. Но я в руках, в неофициальных руках моего старого друга барни. И фараон мне даже не приснится. под пальцем Кернана заработали сначала звонок, а потом и лакей. Чем дальше, тем больше проявлялись его дурные стороны. Неимоверное тщеславие и наглый эгоизм. Он раскрывал историю за историей про все свои удачные грабежи, хитроумные планы и гнусное преступление, пока наконец Вудс, несмотря на все свое близкое знакомство со злодеями, почувствовал, как в душе его растет сильное отвращение к этому вконец развращенному человеку, когда-то оказавшему ему благодеяние. «Я, разумеется, для тебя обезврежен», сказал наконец Вудс. «Но я все же советую тебе некоторое время сидеть смирно. Но красовское дело могут подхватить газеты». Этим летом в городе была настоящая эпидемия ограбления и убийств. Эти слова вызвали у Кернана вспышку мрачной мстительной злобы. «А, к черту все эти газеты!» проворчил он. «Нифига в них нет, кроме хвостовства и вранья. А если они даже займутся каким-нибудь делом, к чему это приводит? Полицию провести за нас нетрудное. А что делают газеты? посылают на место преступления кучу репортеришек, а те отправляются в ближайший бар и пьют там пиво, а потом снимают старшую дочь хозяина в вечернем платье и помещают этот снимок под видом фотографии невесты молодого человека с девятого этажа, которому показалось, что он услышал внизу какой-то шум в ночь убийства. «Дальше этого газеты не идут в деле расследования преступлений». «Но не скажи», задумчиво проговорил Вудс. «Некоторые газеты совсем недурно работают в этом направлении. А вот, например, «Утренний Марс». Он раза два-три верно указал на преступника и его ловили, когда полиция уже давно дала остыть его следам. «Я сейчас докажу тебе», сказал Кэрнон, вставая с места и выпячивая грудь. «Я докажу тебе мое мнение о газетах вообще и о твоем утреннем Марсе в частности». В шагах в трех от их столика находилась телефонная будка. Кэрнон вошел внутрь и при силу телефона, оставив дверь открытой. Он нашел номер книжки, снял трубку и вызвал центральную. Вудс сидел безмолвно, глядя на насмешливое холодное лицо, вожидательно склоненное на трубкой и прислушиваясь к словам, произнесенным тонкими жестокими губами, сложившимися в презрительную улыбку. «Это утренний Марс? Мне нужно поговорить с редактором. Скажите ему, что это насчет убийства Нордкросса». «А, редактор? Я убийца старика Нордкросса». «Стойте, не разъединяйте. Это вовсе необычная мистификация. Я сейчас все обсудил с одним моим приятелем. Он сыщик. Я убил старика в 2 часа 30 минут утра. Завтра этому будет две недели. Что? Хм, приглашаете выпить с вами стаканчик? Но знаете, эти шуточки лучше предоставьте вашему юмористу. Неужели вы не можете разобраться в том, смеется ли над вами человек или предлагает вам самую крупную сенсацию, которая когда-либо появлялась в вашем бездарнейшем листке, годном лишь на то, чтобы в нее селедки заворачивать. Но вы же не можете ожидать, чтобы я вам назвал свою фамилию и адрес». «А, почему? Да потому, что вы, как я слышал, специализировались на разгадывании преступлений, от которых полиция становится в тупик». «Нет, это еще не все. Я хочу вам сказать, что ваш ерундовый лживый грошовый листок может проследить умного убийцу или разбойника не лучше, чем слепой пудель. Говорю вам, убийство Норткраса мое дело, и драгоценности лежат у меня в чемодане, в гостинице, название которой не удалось установить. Ха-ха, вы знаете это выражение, не правда ли? Совсем газетное. А ведь небось жутко вам стало, что таинственный злодей звонит к вам, великому, могучему органу права и справедливости, и объявляет вам, что ваша газета старая тряпка. Бросьте это, вы не так глупы. Вы вовсе не считаете меня самозванцем. Я это по вашему голосу слышу. Но слушайте, я вам скажу одну вещь, которая вам это докажет. Разумеется, весь ваш штат юных остолопов уже обследовал это дело во всех подробностях. Так вот, у миссис Норткрас на халате вторая пуговица наполовину обломанная. Я это заметил, когда снимал гранатовое кольцо вниз пальца. Я тогда принял его за рубин. Корнан с дьявольской улыбкой повернулся к Вудсу. Я его подвинтил. Теперь он мне поверил. Он даже не прикрыл плотно рукой трубку, когда верил кому-то вызвать по другому телефону центральную и узнать наш номер. Я ему еще раз надам жару, а потом мы улепетнем. Алло, да, я все еще у телефона. Неужели вы подумали, что я стану удирать от какой-то вонючей паршивой газетки? Что-что? Не пройдет двух дней, как вы меня изловите? Бросьте, вы меня уморите. Вот что, оставьте-ка вы взрослых людей в покое и занимайтесь своим делом. Вы нюхивайте про всякие разводы, да про несчастные случаи в трамвае и печатайте себе спокойно грязь и сплетни, которые дают вам ваш хлеб насущный. До свидания, дружище. Сожалею, что у меня нет времени заглянуть к вам. Я чувствовал бы себя в вашем дурацком заведении в полной безопасности. Он взбесился, как кошка, упустившая мышь, сказал Карнан, вешая трубку, выходя из будки. А теперь, барни, сынок, мы с тобой отправимся в театр и повеселимся, пока не настанет подходящее время, чтобы лечь спать. Мне нужно вздремнуть в часика четыре. А потом на западный поезд. Приятели пообедали в ресторане на Бродвее. Карнан был доволен собой. Он сорил деньгами, как сказочный принц. шампанским. Затем они всецело погрузились в созерцание фантастической, роскошно поставленной оперетки. После этого они ужинали шампанским, и Карнан был наверху самодовольного блаженства. В половине четвертого утра они очутились в уголке одного ночного кафе. Карнан продолжал хвастаться, но уже несколько туманно и бессвязно. Вудс мрачно размышлял о том, что настал конец собополезной деятельности в качестве блюстителя закона. Но вдруг посреди этих размышлений он поднял голову и в глазах его мелькнул луч идеи. Хм, хотел бы я знать, возможно ли такая штука? Сказал он про себя. Хотел бы я знать. Вдруг относительная тишина раннего утра на улице была нарушена раздававшимися там слабыми неясными звуками, которые прорезали тишину, как светлячки прорезают мрак. Это были хорошо знакомые выкрикивания, имевшие множество разных значений для тех из погруженных в сон миллионов жителей большого города, которые проснувшись слышали их. В этих многозначительных криках, несмотря на их малый объем, таилась вся тяжесть мировой скорби и смеха, восторга и напряжения всего мира. Одним, скрывавшимся под защитой эфемерного покрова ночи, они приносили известия о грозном рассвете дня. Другим, погруженным в счастливый сон, они возвещали наступление утра более мрачного, чем самая темная ночь. Для многих богачей они оказались той метлой, которая смела все, что принадлежало им, пока горели звезды. Беднякам они приносили еще один день. По всему городу раздавались эти крики, резкие, звонкие, возвещая о новых возможностях возникших при новом повороте колеса механизмы времени и распределяя между спящими и еще беззащитными против судьбы людьми прибыль, мщение, горе, награды или роковой приговор, смотря по тому, что предназначал для них новый листок календаря. Пронзительны и вместе с тем жалобны были эти крики, как будто юные голоса скорбели о том, что в безответственных руках их владельцев сосредоточено столько зла и так мало блага. И по улицам беспомощного города раздавались возвещающие миру новейшее постановление богов, выкрикивание газетчиков «Трубный глаз прессы». Вудс швырнул лакею десять центов и сказал «Достаньте мне утренний марс». Когда принесли газету, он взглянул на первую страницу, затем вырвал листок из записной книжки и начал писать на нем золотым карандашиком. «Эх, какие новости?» зевая, спросил Карнен. Вудс перебросил ему через стол записку. На ней было написано «В контору газеты «Утренний марс». Прошу уплатить за поимку Джона Карнена одну тысячу долларов, то есть сумму награды, причитающейся мне за его арест и изобличение». Бернард Вудс «Я так и думал, что они это сделают, объявят награду», сказал Вудс, когда ты там разносил их по телефону. «Ну, Джонни, а теперь ты отправишься со мной в полицию». Вудс 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 «Утренний